Оптический прицел на сегодняшний день является незаменимым гаджетом современного охотника и стрелка. Именно гаджетом. Ведь с развитием технологий эти приборы для наблюдения за целью стали по-настоящему высокотехнологичными устройствами, которые могут быть оснащены специальными баллистическими калькуляторами, лазерным дальномером, подсветкой прицельной сетки, имеют возможность использования с приборами ночного видения и тепловизорами и многое другое. В этом ролике мы расскажем вам подробную историю эволюции приборов данного типа и постараемся найти тот самый переломный момент, когда примитивная трубка с линзами превратилась в современный прицел с цифровыми функциями. По сути, оптический прицел является усовершенствованной зрительной трубой, которую оснастили креплением на оружие и прицельной сеткой. Впервые данная идея посетила французских оружейников еще в начале 18 века. Однако полученный дорогостоящий прибор просто рассыпался на оружие после первого выстрела. Годы упорного труда и совершенствования конструкции все же позволили получить достаточно прочный прицел, который, однако, не отличался высокой точностью и хорошим просветлением линз. В 1850 году впервые итальянский инженер-оптик Игнацио Порро начал использовать в прицеле двойные призмы, что позволило уменьшить эти приборы на треть. Тогда же появляется и привычное нам перекрестие прицела из двух пересекающихся в центре линий. Позже призматическую коленчатую трубу усовершенствует иностранец по фамилии Абе, а затем и Карл Цейс в Германии. Но будет это только через 50 лет. Очередной скачок в развитии оптических прицелов был достигнут в результате гражданской войны в США, и именно тогда был создан первый оптический прицел со специальным креплением практически на любое оружие. Вплоть до первого десятилетия 20 века оптика все равно остается штучным и очень дорогим товаром. Все меняет Карл Роберт Калис, который превратил оптический прицел в нечто подобное тому, каким мы привыкли видеть его в настоящее время. Именно тогда собираемые вручную оптические прицелы были запущены в серийное производство. Этот прорыв позволил снизить стоимость оптического прицела почти в 4 раза, что привлекло не только военных, но и охотников. В 20-е годы единственной страной, продолжающей разработки и производства прицелов, оставалась Германия, у которой, за неимением своего оптико-механического производства, СССР покупал лицензии и оборудование. Только в 30-х годах в Советском Союзе был налажен самостоятельный выпуск прицелов. Вторая мировая война послужила катализатором для совершенствования прицельных приспособлений. Ведь именно в это время в полной мере раскрылся потенциал снайперов как боевой единицы. В 1949-м австрийский инженер Фредерик Калес делает очередной прорыв — оптический прицел с переменной кратностью. Специалисты данной компании сделали, пожалуй, максимальный вклад в развитие оружейных прицелов. Именно они впервые обеспечили оптику защитой от воды, увеличили показатель кратности до 20, достигли практически идеального просветления, показатель которого до сих пор сложно превзойти большинству оптических прицелов. Большой показатель увеличения был достигнут благодаря компьютерным вычислениям, которые позволили правильно расположить линзы в трубке прицела. Момент внедрения компьютерных вычислений можно считать прорывным, ведь именно после этого европейские и американские разработчики переключатся с физических и оптических характеристик на электронные. Появляются прицелы с подсветкой, баллистическими калькуляторами, лазерными дальномерами. Этот переломный момент затянулся до настоящего времени, когда ученые работают над цифровыми прицелами, которые рассчитывают траекторию пули за стрелка, который может даже не нажимать спуск, а вести огонь при помощи удаленного компьютера. Однако подобные приспособления пока что работают лишь на небольших дистанциях, и когда речь заходит о стрельбе на дистанции более полутора километров, становится ясно, что без мастерства профессионального снайпера все же не обойтись. Однако технологии не стоят на месте, и, возможно, с нынешними сверхмощными компьютерами ученые смогут разработать оружие и прицел, который сможет вообще исключить человеческий фактор. На этом наш ролик подходит к концу. Если информация была интересной и полезной, не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы точно не пропустить новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok